Для числа иррационального заданного цепной тропи интересно посмотреть, что с ним происходит, когда несколько первых убираешь. То есть, вот смотрите, если у меня есть одно и другое, давайте назовем эти числа эквивалентными, если есть такие числа m и s, что когда мы обрезаем все до s места в числе альфа и обрезаем все до этого места в числе β, то есть, оставляем такое только, ас это целая часть, потом ас плюс первая, ас плюс вторая и так далее, а от другого числа осталось β целая часть, а потом β плюс первая, то получается одно и то же. То есть, ас это β, ас плюс первая равно β и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие числа, то есть, числа, в которых можно убрать несколько первых здесь, и можно несколько первых здесь, и они после этого совпадут. Такие числа давайте будем называть эквивалентными. Ну, понятно, что происходит, когда убираешь, скажем, а нулевое. Это фактически вы вычитаете из числа а нулевое и отбрасываете единицу для ритна. А вот если это сделать несколько раз, то получится какая-то комбинация таких штук. Насколько она хитрая? Оказывается, ответ можно дать в абсолютно явном, абсолютно простом виде. И вот он написан на правой доске. Давайте назовем два числа альфа и β. Ну, тоже иракциональные. То есть, иракциональные числа не интересны, потому что он вдруг обрывается, а если нам интересно все, кроме конечного числа начальных элементов, то ничего тут не получится. А вот для иракциональных эквивалентными есть такая формула. β равно а альфа плюс b разделить на c альфа плюс d. Где числа а, b, c, d целые, и при этом определитель матрицы а, b, c, d равен то ли единице, то ли минус единице. Есть такое знаменитое в математике обозначение. g, l, 2, z. Вот это вот то самое. Вот так вот обозначают множество матриц с определителем плюс-минус эти. Ну, если здесь написать не z, а что-нибудь другое, соответственно, матрицы с коэффициентами из какого-нибудь другого конца будут. Естественно, если здесь вместо будет написать и будет матрица 3 на 3 и так далее, и так далее. Но сейчас разговор не о том, потому что нас сейчас интересует ровно вот это множество. Оказывается, на левой и на правой доске написано одно и то же понятие эквивалентности. И мы сейчас это будем доказать. Так, только сначала. Надо вообще объяснить, почему это эквивалентность. То, что здесь наша эквивалентность абсолютно понятна. Потому что мы называем два числа эквивалентами, когда они при обрезании каких-то началов совпадают. Значит, все вот эти вот свойства. Рефлексивность, что число попадает с собой в один класс. Симметричность, что если альфа кваленда бета, то и бета кваленда альфа. И транзитивность, что если альфа кваленда бета, бета гамма, то альфа гамма. Очевидным образом все это отличается. Чуть-чуть сложнее понять здесь. И вот здесь очень важно, что это группа. То есть, произведение матриц с определителем плюс-минус один, это матрица тоже с определителем плюс-минус один. Для тех, кто это не очень знает, давайте я все это аккуратно и быстро выпишу. Если эквивалентность понимать в смысле правой доски, то почему число эквивалентно себе? Ну, потому что альфа это один умножить на альфа плюс ноль разделить на ноль умножить на альфа плюс один. А определитель вот такой матрицы это единица. Почему симметрично? Ну, вот смотрите, решаем такое уравнение, просто домножаем все на c альфа плюс d, и получаем ответ альфа это минус d бета плюс b разделить на c бета минус а. Определитель этой матрицы, вот здесь посчитан, минус d b, c минус а это ад минус bc тоже плюс-минус единица, как было сказано в условии. Чуть-чуть тяжелее доказать транзитивность. Посмотрите, если у нас бета это а альфа плюс b разделить на c альфа плюс d, где ад минус bc это плюс-минус 1. Ну и гамма, соответственно, это x бета плюс y разделить на c бета плюс t, где x t минус y плюс минус 1, причем это все целые числа, оказывается, что тогда альфа эквивалентно гамма. Почему? Ну, проще всего это объяснять вот так, что при умножении вектора на матрицу получаем вектор параллельный вектор b1, как, собственно, здесь написано. И если мы этот вектор еще умножим на матрицу, получим вектор параллельный гамма 1. А произведение двух матрицы плюс минус 1 это матрица с пределителем плюс минус 1. Но, повторяю, я тех, кто еще не очень умею перемножать матрицы, проще всего выписать в явном виде. Если у нас есть бета, выраженные через альфа и гамма, выраженные через бета, где определители Ад – БЦ и xT минус y, xT минус y, xT минус y, и я это все целые числа, то просто подставляем. То есть, гамма это xβ, вместо β пишем, плюс y, разделить на zβ, вместо β пишем. Разумеется, умножаем числительный знаменатель на царевку, плюс d. Получаем, если раз сказать скобки, вот такую формулу. И все, что нужно проверить, что такая матрица, это матрица с определителем 1. Ну, то есть, это проверить, что такое разница, что xa плюс yc, когда умножаешь на zb плюс dc, и вычитаешь xb плюс yd, умноженное на zа плюс dc, получаешь плюс минус 1. Ну, это вот знаменитая теорема. Оказывается, если вы раскроете скобки здесь, и раскроете скобки здесь, получите одно и то же. Давайте хотя бы пример посмотрим, получите или не получите. Вот, например, а, d, x, t. Где-нибудь есть такое? Есть. Вот оно. А, x, d, t. Замечательно. Или а, d, y, z с минусом. Где-нибудь есть? А, d, y, z с минусом. Ну, в общем, кто хочет, узнаете просто почему. В принципе, для двух матриц, одного размера квадратных, произведение определитое равно агенту произведения. Кто хочет, просто раскрывайте скобки и убеждайте, что это так. В любом случае мы доказали, что то отношение, это отношение эквивалентности. И теперь нужно доказать самое интересное. Нужно доказать, что вот это вот левое, ровно то же самое, что... В одну сторону левое, для этого надо просто посмотреть, что происходит при одной операции, когда вы переходите от числа альфа к числу альфа-1. Ну, согласитесь, что дело крайне простое. Давайте запишем. Что такое альфа? Это а нулевое плюс единица, деленное на альфа-1. Как это в наших терминах? А нулевое умножить на альфа-1 плюс единица, деленное на 1 умножить на альфа-1 плюс 0. Что же заватывается получается? А нулевое 1, 1, 0. Определители альфа-1, произведение а на любое умножить на 0, минус 1, ждать ра минус единица. Ну, а у нас были допущены все матрицы, пределители плюс минус 1. Намного интереснее в обратную сторону. В обратную сторону. То есть мы должны доказать, что если число b выражено таким способом, то есть число альфа, то есть можно несколько убрать знаков альфа и несколько знаков в это, и получится одна и та же цена. Для этого мы докажем следующее. Оказывается, любую такую матрицу можно получить, выполнив, может быть, несколько разных, в разном порядке, вот такие операции. Оказывается, можно любое такое преобразование разложить на такие вот простейшие. Прибавление единицы, изменение знака. Давайте поймем, почему все эти преобразования вообще нет. Смотрите, что такое единица делить на альфа, вот по нашей форме, это очень просто. 0 умножить на альфа плюс 1 разделить на 1 умножить на альфа плюс 0. Поделить матрицу 0, 1, 1, 0, конечно, минус единица. Что такое прибавлять единицу? Тоже понятно. Надо написать так. 1 альфа плюс 1 разделить на 0 альфа плюс 1. Матрица будет 1, 1, 0, 1. И что такое переход к минусу альфа? Тоже понятно. Вы пишете в качестве а единицу, это альфа плюс 0, здесь будет 1, здесь будет 0 альфа минус 1. Вот вам матрица, видите, минус 1, 1, 0, минус 1. Так что все вот такие преобразования, конечно, есть и эти, но оказывается, что любое такое выражается через них. Это более-менее логеревки, это вы легко сделали. И немножко скучная техническая работа, но без нее здесь я не умею. Надо проверить, что когда с любым иррациональным числом делаешь одну из этих операций, то получаешь число, с одной дроби которого, после отрезания первых нескольких сил, такая же, как была. То есть она будет эквивалентна, вот, 1 альфа в этом смысле, эквивалентна, то же самое, альфа плюс 1 эквивалентно, минус альфа эквивалентно. Проще всего, конечно, это с альфа плюс 1, потому что прибавление единицы, это просто-напросто увеличение числа а0 на единицу. Все остальные вообще никак при этом не меняются. Значит, вот это уже все, мы уже это знаем. Это мы уже знаем. А вот тут надо говорить. Начнем с перехода от числа альфа к числу минус альфа. Ну, смотрите, во-первых, если мы знаем число альфа, что это а нулевое, это плюс что-то, то число альфа у нас больше, чем а нулевое и меньше, чем а нулевое плюс 1. Значит, минус альфа больше, чем минус а нулевое и минус 1. Целую часть числа минус альфа мы знаем. Это минус а нулевое минус 1. Отлично. А вот дальше будут два случая, потому что следующий элемент уже не очень понятно, как писать, если мы не знаем, чему равняется а первое. Сначала разберем случай, когда а первое равно единице. Для краткости, чтобы не писать все время, это обозначим цель, вот такую цветную тропию. И тогда наше число альфа, это а нулевое плюс, я повторяю, сейчас рассматриваю, когда а первое это единица. Единица делена на 1 плюс 1 цель. Цель – это число не меньше единицы. Что такое минус альфа? Это минус а нулевое минус вот это выражение. Ну, давайте впишем минус 1 и плюс 1. И когда, вот такое равенство, минус а нулевое минус 1, вот здесь вот, когда мы вычитаем, то получается приобретение, в общем, наше 1 цель делить на 1 плюс 1 цель, или другими словами 1 плюс 1 делить на цель плюс 1. Замечательно. А это ведь в точности, именно то, что здесь написано. Почему? Потому что это целая часть. Минус а нулевое минус 1. Когда в цель прибавляете единицу, вот она, зубная тропия, прибавляете единицу, это и значит, что здесь а второе плюс 1. Ну, и все остальные остались. Все, один случай мы разобрали. Другой случай, когда а первое больше единицы, рассматривается, ну, в общем, так же. Пишем, альфа это а нулевое, то есть единица, а первое, то есть одна цель, цель то же самое. Минус альфа это минус а нулевое минус 1, плюс 1, минус вот эту дробь. Записываем, преобразовали. И что у нас получилось? Вот это вот отрицательное целое число. Единица. Здесь единица. Замечательно. Это положительное. Вообще, смотрите, а первое было больше одного, поэтому а1 минус 1 число не меньше, чем 1. И здесь еще прибавляется. Поэтому, да, все полагает на тропе. Вот, и здесь у меня а1 минус 1, это какое-то натуральное число. Вот, а это в точности то, что было здесь написано. Посмотрите, вот это единица, это вот эта единица. А 1 минус 1, это вот это 1 минус 1. Таким образом, мы при переходе от любого числа иррационального альфа к числу минус альфа, хвостик. То есть, начальше поменяется, а вот начинаем а3, а4 и так далее, и здесь то же самое, а3, а4 и так далее. Поэтому, если мы отсюда отрежем, отрежем все и оставим только а3, а4 и так далее, а здесь отрежем вот эти два, оставим а3, а4 и так далее, и здесь отрежем, то это все будут эквивалентные числа. Все. Значит, мы существенную часть работы сделали. Переход к противоположному числу влияет только на какие-то начальные, не полные и частные цепной тропии, а на почти все ее члены, то есть все, которые конечного числа не влияют. Теперь надо сделать то же самое для перехода к обратному числу. То есть, число вида единица разделить на альфа. Если а нулевое больше нуля, то очевидно, целая часть 1 альфа будет 0. Имеет вот такой вид, это совершенно очевидно. Точно так же, если а нулевое 0, то же две спорта абсолютно понятные. А третья строка замечательная – это минус единица, деленная на минус альфа. Ведь смотрите, мы умеем переходить к противоположному числу. Для положительного числа мы умеем выписывать обратное. И когда мы его выбишем, умеем переходить. Вот, все. Мы полностью доказали, что при наших операциях, переходим к обратному, мы переходим к противоположному, и поэтому дробь заменяется на эквивалентную ей, в том смысле, как это было слева написано, что начиная с этого момента, все знаки будут такие же, но если отбросить несколько первых. На всякий случай, давайте я объясню, почему все-таки важно, что на правой доске выписан, заметьте, еще не минус 1 разделить на минус альфа, а просто минус альфа для интересующих нас случаев. Поскольку нам важно, какой элемент написан здесь, то отдельно здесь разобрано а0 равно минус 1, и а0 меньше, чем минус 1. Это вот я пытаюсь записать в последнюю нижнюю строчку. Ну, 4 варианта, потому что, как помните, когда берешь минус альфа, важно, а1 равно 1, или а1 больше 1. Теперь, как перейти к 1, деленной на минус альфа? Легко. Количество вариантов при этом не меняется. Вот здесь пишем, в минус 1 степени. Здесь просто стираем море. То же самое, стираем нолик. Здесь, кстати, не запятой, а точку запятой. Здесь наоборот. Вписываем нолик, а точку запятой отсюда выбираем. Хорошо. И здесь то же самое. Вписываем нолик, точку запятой. Здесь будет просто запятая. Количество вариантов, это вот те два варианта, которые уже были, плюс 4. Но заметьте, нам сейчас надо переходить к минусу. А для этого важно, вот этот элемент равен единице или нет. Давайте смотрим, что это за элемент. Сразу после точки запятой. В каждом из этих случаях он может равняться, а может не равняться. Значит, каждый из этих вариантов разобьется на 2. И там еще были 2. Всего 10 случаев. Так что мы довольно сильно сэкономили себе работу. Вот эти вот, казалось бы, простые взмечания. Минус 1 деленный на минус альфа. Но, как бы то ни было, главное мы сделаем, это все вверх. Возвращаемся, собственно, к нашей обуче. Что у нас осталось? Должно доказать, что вот каждая такая штука получается в результате таких преобразований. В многих несколько раз сделанных. Это очень легко сделать. Смотрите. Во-первых, если мы смотрим на числа акций, то можно легко сделать их неотрицательными. Почему? Потому что, если вдруг у нас, вот здесь вот скажем, а отрицательное, тогда давайте заменим знак числа в это. Мы же знаем, что переход к противоположному числу не влияет на хвост цепной дрови. И значит, у нас ничего плохого не произошло. Точно так же с числом с. Значит, можно считать, что числа с – целые неотрицательные числа. Так вот, на этих числах можно считать, что а и с – целые неотрицательные. На этих числах оказывается работа этого проявления. Ну, давайте, для начала, пусть у меня с равно млю. Смотрите. Если с равно млю, то, чтобы определитель равнялся плюс-минус единице, числа а и д должны быть плюс-минус единице. Ну, у нас мы договорились, а больше или равно мля. Значит, а – это единица, а д – это плюс или минус единица. И, значит, у нас матрица приобретает такой вид. Альфа плюс b разделить на плюс-минус 1. Ну, альфа плюс b получается, если вы несколько раз сделаете такую операцию. Да, как вы считаете единицу, надеюсь, понятно. Чтобы вычтить числа единицу, надо перейти к противоположному, прибавить единицу и опять перейти к противоположному. Вот. Ну, а если здесь минус 1, то то же самое. Минус альфа минус b. Вот у нас операция перехода есть. Отлично. Значит, ситуацию, когда c – это 0, мы разобрали. Теперь пусть… Да, еще их менять можно, потому что перевод к единице делить на бета – это как раз менять делить на стампе. Значит, теперь достаточно разобрать случаи, когда числа а и с – оба больше 0. Для этого сделаем, чтобы а было больше или равно с, в случае чего поменяв эти строчки, то есть перейти к обратному. И осталась всего лишь одна строчка. Если вы из числа бета вычтите произвольное число n, то, разумеется, это будет… Мы вычли из числа бета произвольное целое число n. И получилось а минус cn. Разумеется, при соблюдителе матки здесь ничего плохого не произошло. Можете проверить, когда вы умножаете вот это на это, вы читаете это на это, то же самое получается, что а, b, а минус b, c. Но при этом у нас на числах а и с произошел шаг в тейтбе в глину. Мы могли вот таким образом заменить это число на остаток отделения а на с. И таким образом, рано или поздно, мы, ну, поскольку менять строчки, помню, можно, сделаем, что одно из этих чисел будет 0. А эту ситуацию мы уже осудили. Вот так мы доказали замечательную теорему об эквивалентности чисел. Помню, очень красивая теорема.